Абрат заселки зладили углузку. У Асиповичах выпускают бытовую химию по международных стандартах якости. Коли чекается отключение тепла на Магирёшине. Про это и не только. Далее в программе. У Глузку зладили обрат заселки. Такие урочисты подчаток поселной провели не выпадково. Гэтый земляробчий сезон для Глузского района отметный. Тут реализуют масштабный проект по укранению высокотехнологичных принципов вытворчасти сельгазпродукции. Местовые господарки будут специализоваться на вырошивании кукурузы на зерне. И мяркует, что у вынеку гэтый проект проведе до финансового оздоровления мясовых сельгазпродприемств. У шестей сельгазорганизация Глузского района реализует договор с товариством с обмежованной отказностью БНБК «Агро». Тут будут вырошивать кукурузу на зерне для белорусской национальной биотехнологичной корпорации. Она займается глубокой перепроцовкой зерни для вытворчасти высокопродукционных и сбалансованных комбикормов. Для БНБК району треба посеять каля 20 тысяч гектаров кукурузы. Глузское предприемство «Рай Агропрамптых забеспечения» отвяло под гэтой потребы 2000 гектаров. На обрат заселки запросили районное керавництво, представников компании БНБК «Агро» и керавников господарок, яким предстоять реализация проекта. До речи, супрацовніство гэтой началося задовго до посевной. Они обеспечили всем, всеми нами, селкой, ремонтом техники, полностью подготовку произвели к посевной. СЗР они поставляют. В принципе, всем. Наша только работа. Можно сказать, что БНБК своими задачами и своей помощью, всем она вдыхает новую жизнь в сельское хозяйство в узком районе. Больше потребностей про планы супрацовніства Магилёшчины с Беларуской национальной биотехнологичной корпорацией глядите у информационно-аналитичной программе «Днями». Почас вясновых полявых работ полторы сотни студентов Беларусской державной сельской господаршей Академии отправились на вытворшую практику у сельские господарки по всей Беларуси. Мэтам молодых людей набраться досвиду и допомогче аграрам на сяубе. Працовные руки господаркам потребны, а у студентов есть максимум заработать. На машинном дворе в Учгасе Беларусской державной сельской господаршей Академии працуют молодые люди – студенты факультета механизации сельской господарки. Яны проходят вытворшую практику на одном из самых буйных сельско-господарших предприемствах у городского района и Магилёвской области. Нас отправили на месяц, будем собирать трактора, ну и, что скажут, будем пахать, значит пахать. Хорошее это дело, такая практика на посевной? Да, хорошее дело. Научимся всему, чему они научились. Кирилл, родом со Славгорода, рад учиться у городской академии и говорит, что хочет усю ведать и уметь. Ну, для начала отучусь, буду работать в хозяйстве, а дальше будет видно, может быть, и выше стану. Посевная, ответственная пора? Да, посевная, надо сеять, засевать, всё ответственно. На машинном дворе студенты проводят техничное обслуговывание трактору, а один из практикантов трапил прямо на поле. Александр – выпускник колледжу, а теперь студент академии, мая правы на кирование техникой. Тому ухарачу для господарки весновую пару, ему одразу заверили орать на энергонасыщенном тракторе. Вы будущий инженер? Будущий инженер. Как вам на тракторе? Ну, этот трактор для меня, конечно, впервые такой. Ну, скажу, хорошо. Працать не завсюду простая, потому что поле этой весной надто великотная. Однако справа идея, как кажется Александр, стабильна и нормально. Это его первая посевная кампания в жизни. Студенту радостная шея от того, что ее натрымает добрый заработок. Говорят, плохо заработаешь колхозы. На самом деле хорошие деньги. Ну, и есть людям всегда хочется, правда? Конечно, хлеб всегда на свой заработать. Теперь у разных областях Беларуси працуют 148 городских студентов. Третья частка з'их робит на Магилевшине. Отправлять будущих ахрары у сельские господарки, участие посевных и уборочных кампаний, это шманходовая традиция факультета механизации сельской господарки Беларусской державной сельхаз-академии. Предприемства мают потребу до помощи, а молодые люди – у практицы и заработку. Если у них есть желание, то научатся они и сами работать. А так ребята хорошие пришли, они научатся и будут выполнять все порученные задания. Илона Иванова, Юра Уласцом, Новины региона. По колькости операций пересадки нырок Беларусь на первом месте сярод краин СНД. И на восьмом у свете. Для того, как заработать больше доступное эту операцию, в областях открыли региональные центры, которые аккумулюют работу по трансплантации. С будовництвом кардиохирургичного корпуса на базе областной клиничной больницы заявилась омакшимость поширы диапазон пересадок разных органов. Один с поверхов корпуса займает деление трансплантологии. Да раньше тут уже проводили операцию по пересадце сердца. Что до трансплантации нырок, то специалисты Могилевской в области провели самостоянно больше за 100 таких операций. Бытовую химию по международных стандартах якости выпускают у Осиповичах. Бойный завод у райцентра працует уже как 10 год. И тут не на хвилину не спыняли вытворчасть. Поставки идут планово на белорусские и российские рынки. 56-метровую вежу Осиповичской фабрики бачна с любого боку райцентра. Это специальная турбина, у которой и вырабляют сухие мыйные сродки. Метод уникальный по технологии. Ватки, гранулы, поток у горячего поветра проходит усе 5 десятков метров и опускаются вниз, заховывающие усе активные компоненты. Что позволяет предоставить потребителю самое наилучшее качество стирального порошка. Так мы получаем базовый порошок, его основу. В эту основу нужно всего лишь внести незначительные штрихи в виде парфюма, энзимов и отбеливающих компонентов. Таким методом на фабрации что год выпускают коля 80 тысяч тонн сухих мыйных сродков и коля 40 тысяч тонн ватких. Для опушек тут усталена науластная линия по выпуску полимерной тары. Вот лучшость безотходная и до дома пакует готовый продукт поступить на полиции Крам и он проходит серьезный лабораторный контроль. В нашей производственной лаборатории производится огромное количество тестов на соответствие методикам, ГОСТам, физико-химические, микробиологические исследования. Но самое главное, что наша продукция производится по собственным разработкам. Наши рецептуры мы разрабатываем сами. Наша система менеджмента качества, которая обеспечивает высокое качество нашей продукции основана на международных стандартах ИСО и на международных стандартах БРС. И мы проходим периодически соответствующие оценки. Якость сродков для особистой гигиены и бытовую химию осиповицкого предприемства давно оценили не только у Беларуси. Теперь же на фабрице працуют над новой линейкой продукции. Худким часом она так само з'явится на айчыных полицах. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, Новина Региона. С 22-го красавика на Могилешине начинается первая черга отключения отяпления. Говорка идет только про административные, громадские и промысловые будинки. Отповедное решение подписано у Могилевским облакангами. Как поведомили у отдела энергетики палева и энергосбережения Балвы Конкама, героевники предприемства и организации мают право спинять подачу тепла, заходящий из уластного температурного режима. Что до жилевого фонда и социальной сферы, то, по словам специалистов, пакуль про их размовы не идет. Не глядяши на то, и что температурный фон усталявался на Могилешине довольно высокий, пакуль застается вельми высокая велиготность. Нагадаем, у жилевом фонде отяпления отключаются, кали по оперативных данных середнесуточная температура по ветру складая больше за 8,5 градусов, больше чем 3 дней за пар. Пытание про экономику, цена утворения, инвестиционную деятельность, статистику и анализ знов можно будет задать в субботу, 23-го Красавика. В этот день традиционную прямую телефонную линию проведет наместник старшины Аблова Конкама Руслан Страхар. Телефоновать можно с 9 до 12 годин по номеру в Могилеве 50 18 69. Так само подчас телефонной линии можно будет задать пытанец и выказать зауваги по предпринимательству, заработку, занятости и гандли. В тот же час правые телефонные линии пройдуть во всех городских и районных выканавших комитетах в области. Например, у Могилевским гарвыконками телефонование примен на месте в старшине Алла Галушка по номеру 42 21 02. А у Бобруйским гарвыконками на пытание откажет керавник с правами Алексей Брацкоу. Телефон для субботу в Бобруйску 68 00 18. Державный комитет судовых экспертиз як незалежное ведомство отзначает 9-ю годовину с дня утварыння. З нагоды свята на урочистом сходе лепшим супрацовникам урушены державные узнагороды. Комитет судовых экспертиз як незалежное ведомство створены на базе службы медицинских судовых экспертиз. Но в урочистом сходе отзначили 9 годов иснования. Термин относно невеликий, однако взроблено шмат. За этот непродолжительный срок мы абсолютно убедились в верности, своевременности и правильности решения главы государства, который лично принял это решение в образовании единого независимого экспертного ведомства. Потому что за это время нам удалось действительно решить многолетние, десятилетиями накопившиеся проблемы судебной экспертизы, которые касались качества проведения экспертиз, сроков проведения экспертиз, очередности проведения экспертиз. Некольки супрацовников отримали медаль за бездакорную службу розных ступенев, а так само узнагороды от Центрального комитета и областного управления. Я являюсь экспертом-криминалистом, и уже в данной специальности я более 10 лет. На сегодняшний день мы проводим криминалистические экспертизы, как у меня лично есть допуски на проведение дактилоскопической экспертизы и тросологической экспертизы. Также участвуем как специалисты в осмотрах мест происшествия. Повеншевать со святым коллектив управления Державного комитета судовых экспертиз по Могилевской области пришли представники ведомства, за какими служба тесно взаимодействия у боротьбы со злочинностью. Петяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, Новины региона. Открытое першинство Могилевской области по водному полу селита сустракая у дельника у новом басейне. Среди их юные профессионалы и аматоры водного спорта из всех кутков республики. У команды из Минска спортсмены водным полу займаются не меньше за четыре годы. Есть и так такая стратегия, а головное ожидание перемахчих соперников. Восемь спортивных клубов, а это амаль две сотни человек. У своем первом матче представники Минска сустрелись за командой Витебска. Пырские небезпечные моменты, напруженная боротьба и вядома прыгожая голы. Неодавно, что такая гульня завершилась с минимальной перевагой на корысть Минского легиона. Хорошая победа, потому что слаженная команда была. Все хорошо мы сделали. Да, были ошибки, но мы победили. Мы рассчитывали на быструю игру. Плюс ко всему мы пропустили первую атаку. Поэтому у ребят из Витебска было желание забить нам первыми. И они благодаря этому и показали хорошее соперничество. ХТС по боронству. Просвеченные памяти старышек от тренера Михайловской в области у Владимира Картавинки. Подобные старты только подрымливают мотивацию спортсменов. Кожная перемога, повага тем, кто прокладывает дорогу в спорте будущим поколениям. Перед этим стартом мы все рассказываем, кто был Владимир Викторович, с чем он занимался. Поэтому все дети знают, куда они едут. И настраиваются очень серьезно на борьбу. И все-таки присутствует тоже память о нем. Наша задача попасть в четверку. У нас спортивный класс, поэтому мы очень серьезно готовились к этим соревнованиям. И будем стараться попасть в четверку, ближе к тройке быть. Турнир проводится другим разом. Только зараз у сучастном и комфортном бассейне. Нахадаем, что новый физкультурно-оздоровленчий комплекс мая 10 дорожек протяглостью 50 метров. У будущих это дозволит проймать поборництво не только республиканских, а и международных значений. Такой прекрасный бассейн. Мы не могли не приехать. У меня первое впечатление, когда я зашел на балкон, что нахожусь в какой-то супер-ватерпольной европейской стране. И настолько красивый бассейн, столько много впечатлений. Вид с окна просто река Днепр. Знаете, я видел много бассейнов. Я был много где в Европе, в странах СНГ. Но это один из лучших бассейнов, где я вообще был когда-нибудь. Другая декада красавика, по словам синоптиков, чекается теплей за среднюю климатичную норму на 1 градус. Норма по области для этого периода плюс 9, плюс 10 градусов. У пятницу по прогнозе чекается у среднем плюс 11, плюс 16 градусов. Ветер с паровыми до 14 метров за секунду и короткочасовые опадки. По информации об лгидрометах, на надворе будет вплывать в область пониженных атмосферных атмосферных тисков. Сам же тиск будет переважно расти. У субботу и неделю по прогнозе так само короткочасовые опадки. Ветер с паровыми до 14 метров за секунду. Зато и дённый слупок яшевый шей. Плюс 12, плюс 17 градусов. Наступный тыдень не надто порадуя солнцем. Так само часом опадки. Зато и температура по ветру протягнет расти. У понеделок у день по полношей области плюс 22 градусы. У середнем же плюс 14, плюс 19. Приблизно такое же надворе заховается до середины тыдня. Самая актуальная новина в области на нашем сайте и у телеграм-канале Беларусь Чатыры Могилёв. Долучайтесь. А так само глядите нас у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюся. Беражитесь обе. До встречи. До встречи.